Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот главное к этому часу. Предполагаемого похитителя школьницы Избийского района задержали в Республике Алтай. Об этом сообщают в Следственном комитете России. Подробности в выпуске. Двукратный призер летних игр в Токио, бейчанин Сергей Каменский, получит государственную награду. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Динамо Барнаул вышла в элитный групповой раунд Кубка России по футболу. Белоголубые вырвали победу у Тюмени в послематчевых пенальти. За ходом встречи следила наша съемочная группа. Предполагаемого похитителя школьницы Избийского района задержали в Республике Алтай. Об этом сообщают в Следственном комитете. В СМИ уже появлялась информация о том, что Олег Лавкин мог скрыться в соседней республике. Но правоохранительным органам не удавалось его найти почти две недели. Напомню, 31 июля 12-летняя девочка из села Мало-Инисейское не вернулась домой после велосипедной прогулки. Двое суток сотрудники МЧС, полиции, волонтеры и местные жители осматривали окрестности в поисках девочки. Свидетель заметил транспортное средство, на котором, как предполагалось, могли похитить девочку. После обхода дворов и изучения следственными органами транспортных сред жителей, предполагаемый похититель мог испугаться и отпустить девочку. Утром 2 августа она сама вернулась домой. С тех пор ее односельчанин Олег Лавкин находился в федеральном розыске. Движение транспорта перекрыли в центре Барнаула. Ограничения действуют на улице Профинтерна в районе дома номер 30. На участке произведут ремонт теплосетей. Под ремонт также попадает участок дороги по улице Попова в районе дома номер 4А. Там перекроют четную и нечетную стороны. В связи с этим изменится движение автобусов и трамваев. Подробнее со схемами маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Откроют оба участка дороги 16 августа к 6 часам утра. В селе Санниково отремонтировали часть школы для занятий начальных классов. Средства на ремонт учреждение получило после победы в конкурсе «Я считаю». В начальном звене отремонтировали стены, потолок, заменили двери и окна, а также закупили новую мебель. В рамках конкурса школа получила 350 тысяч рублей. Еще 40 добавили спонсоры. Конкурс «Я считаю» направлен на получение средств из краевого бюджета для развития объектов школьной инфраструктуры и улучшения учебно-воспитательного процесса. Победители объявили в конце марта. В этом году на конкурс поступило 83 заявки. Одобрены 64 из них. Двукратный призер летних игр в Токио бичанин Сергей Каменский получит государственную награду – Орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. С высокими спортивными результатами Сергей поздравил губернатора Алтайского края Виктор Томенко. На встрече побывал Глеб Полянский. На Токийской Олимпиаде Сергей Каменский дважды поднимался на пьедестал за наградами. Спортсмен стал вторым в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. До этого наш земляк вместе со своей напарницей Юлией Каримовой из Ижевска завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Сергей Каменский – опытный спортсмен. И для него это далеко не первые международные соревнования. Еще в 2016-м в Рио-де-Жанейро он завоевал олимпийское серебро. Стрелок готовился выйти на пик формы еще в 2020-м, но Олимпиаду перенесли на год из-за пандемии. Бийчанин провел это время в упорных тренировках. На Рио от меня никто ничего не ждал. Потому что первая олимпиада и очень-очень мало опыта у меня было международного. А здесь от меня уже конкретно ждали. Ну и я сам от себя, конечно же, тоже ожидал. Но я настраивался именно на результат. Я знал, что высокий результат обеспечит мне место на подиуме. Какое место, я не знал. Но я бы старался сделать максимальный результат. В общем-то, это и получилось. Достижение высоких результатов в спорте невозможно без многолетних тренировок. И в каждом виде спорта своя специфика. Сергей Каменский и его наставник, заслуженный тренер России Игорь Каменский, рассказали о необходимости замены устаревшего оборудования в бийском тире, где тренируется спортсмен. Глава региона поручил министру спорта Алексею Перфильеву решить проблему. Раз у нас есть такая школа, есть система подготовки, есть спортсмены, которые высочайших успехов достигают. То, наверное, кроме нас некому будет этот вопрос порешать. Давайте мы подумаем, что можно сделать. Алексей Перфильев подчеркнул, что поручения губернатора выполнят в ближайшей перспективе. Работу в этом направлении уже ведут. В 2020 году было принято уже решение и выделены были средства, порядка 10 миллионов на ремонт и 2 миллиона на спортивное оборудование. Был сделан первый шаг. Сейчас мы были у Виктора Петровича. Победа наших спортсменов подсказывает нам о том, что надо поддерживать развитие спорта. Поэтому есть прямое поручение. Необходимые средства будут доведены для того, чтобы закупить и оборудование, и установки, ну и, соответственно, еще расходный материал – это пульки. Порядка 8 миллионов рублей необходимо для того, чтобы здесь уже по последнему слову техники мы смогли оснастить то место, которое ранее было отремонтировано. Из-за переноса летних игр 2020 года на 2021 времени до следующих стартов такого уровня остается не так много. В 2024-м Сергей Каменский намерен выступить в составе сборной страны на Олимпиаде в Париже. Поэтому уже зимой он начнет интенсивные тренировки. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости. И к другим темам. Лошадей уникальной новоалтайской породы разводят в нашем регионе. Эти кони востребованы по всей России, в Казахстане и в Белоруссии. На оценки и таврении лошадей побывала наша съемочная группа. Лошади новоалтайской породы универсальны. Их используют и для перевоза тяжелых грузов, и для скачек, и для потребления в пищу. В алтайских лугах занимаются спортивным коневодством и продают лошадей по всему миру. Ближайшая реализация – осенью. Наши лошади живут круглый год при катабунате в неочном содержании. То есть ее не надо ни кормить, ни поить. Она как медведь сама по себе ходит на горе. При этом большая, толстая и вкусная. Качество мяса высочайшее. 23% белка. Убойный выход осенью, где-то в ноябре месяце, более 60%. Так что это весьма-весьма показатели существенные. Мы проводим сейчас оценку лошадей по качеству, по виду, по всему. Для селекционной работы. Кого-то отбираем, кого-то оставляем, кого-то убираем. И в то же время мы оцениваем молодняк текущего года. Мы смотрим, сколько у нас от кобыл родилось жеребят, какие проблемы, почему там получается, что именно так получилось. Сельхозпредприятие работает четвертый год. В начале 2021-го Алтайские луга вошли в реестр племенных хозяйств России по коневодству. А в конце прошлого года – крупнорогатому скоту. Здесь разводят овец, индюков, рыбу и грибы. Экологически чистой продукцией снабжают курорт Белокуриха. Для того, чтобы обеспечивать кормовой базой предприятия, мы начали заниматься растеневодством. Мы распахали уже порядка 500 гектар. Продолжаем заниматься зерно-сеножом. То есть, все линии выстроены от земли и до конечной продукции. Я думаю, мы эту историю будем развивать. В планах хозяйства – развивать алтайский туризм. Сельхозпредприятие хочет показывать жителям и гостям края животноводческие, садово-огородные и рыбные комплексы. Индюшинную и грибную фермы и делиться опытом о создании и уходе за собственным фермерским хозяйством. Сейчас алтайские луга участвуют в гранте на запуск гастротуров. Анна Москаленко, Дмитрий Козерлыга. Новости. День физкультурника уже завтра отметят все любители активного отдыха, причем разных возрастов. Жителям Барнаула, которые своим примером показывают, что вести здоровый образ жизни можно и в преклонном возрасте, пообщалась Дарья Кончина. В свои 92 года Юрий Першин ежедневно занимается спортом. Два года назад, в день рождения, он получил золотой значок «Готов к труду и обороне». Активный образ жизни начал вести еще в молодости, когда стал работать корреспондентом в районной газете. Каждый номер газеты я давал два-три материала. Стали люди удивляться, как это так. А надо бы иметь подвижный образ жизни. Вот где пригодилась мне физкультура, как таковая. Физические нагрузки и здоровое питание – залог долголетия. И даже после серьезной болезни ежедневные занятия спортом никто не отменял. Внуки мои понимающие подарили мне грушу. Грушу. Вот такая груша. И у меня дома перекладина. Я на эту перекладину ее повесил. И ежедневно двумя руками – левой, правой – наношу много ударов. Юрий Михайлович ни дня не живет без тренировок. Впрочем, как и без поэзии. Он выпустил семь сборников стихотворений, в том числе и о физической культуре. В этом, пожалуй, и кроется секрет счастливой жизни. У него 8 внуков и 13 правнуков, которые поддерживают Юрия Михайловича во всех начинаниях. Кстати, в преддверии Дня физкультурника он даже написал гимн ГТО. Готов к труду и обороне любой из нас. Мы не уроним из рук родной наш трековар. Всем, кто грозит, дадим опор. Дарья Коншина, Денис Кузьменко. Новости. «Динамо Барнаул» вышла в элитный групповой раунд Кубка России по футболу. Белоголубые вырвали победу у Тюмени в послематчевых пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 2-2. Дублем в составе хозяев отметился Антон Кобялко. Это его первая игра в составе «Динамо» на домашнем стадионе. Главным героем встречи стал Богдан Корюкин. В серии 11-метровых он отразил два удара. А Евгений Чербаков поставил точку в матче 4-2. Футбольная сказка продолжается. Теперь в Барнаул приедут по команде из ФНЛ и Премьер-лиги, не участвовавшие в этом сезоне в Еврокубках. Например, ЦСКА, Московская «Динамо», Ростов, Краснодар и другие. Своих соперников алтайские спортсмены узнают уже сегодня в 18.30 во время жеребьевки. Из всего хочу поздравить нашу Барнаулский многострольный футбол. Наверное, давно у нас не было выходов таких, скажем, грандиозных успехов. Возможно, может быть, где-то мы где-то на партии, конечно, отскочили. Можно по-разному сказать. Но все-таки я очень благодарен ребятам, что очень тяжело. То есть в первой тайме мы не совсем правильно перестраивались, а в втором тайме чуть полегче стало. Огромное спасибо Богдану Корюкину, как вы говорите. Поэтому, ну что комментировать, победили, наверное. Переполняют какие-то эмоции, наверное, как бы все-таки приедут с команды ФНЛ, премьер-лигий, как бы для нашего города праздник. Еще раз поздравляю город Барнаул с этим успехом. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Никогда не переключайтесь.